А вот фонтан в парке Гагарина начали возводить в числе первых объектов. Строительные работы ведутся в рамках проекта главы округа парки «Возвращение». Наша съемочная группа сегодня отправилась на стройплощадку и застала начало рождения будущего парка. Парк Гагарина сегодня напоминает строительную площадку. Работают и тяжелая техника, и люди. На территории возводится сразу несколько ключевых объектов. Проинспектировать начало работы выехал глава округа Муром Евгений Рычков. Начали подготовительные работы под установку чаши фонтана. Я напомню, что фонтана не было в эскизном проекте, но при обсуждении с жителями города было очень много предложений по установке именно фонтана в парке дополнительно. Поэтому проект разработали, сами его, по сути, вручную изготовим. Но он будет очень интересно, я думаю, украсит парк. Маляры занимаются реставрацией входной группы. Но, пожалуй, наравне с полярным медведем только эта арка будет напоминать о прошлом парка. Форму решили оставить прежней, а вот облицовка и цвет будут иными. Конфигурацию останется такой же, как было при открытии парка в советские годы. Но, естественно, материалы, облицовка, внешний вид, все это будет новое, красивое, современное. Пока еще в парке многолюдно. Через него срезают путь жители близлежащих домов. Сюда забегают любопытные дети. Но в целях безопасности, по словам главы округа Муром, доступ на стройплощадку будет закрыт. Установим на этой неделе забор по периметру парка. Часть будет кованая, часть, соответственно, будет сплошное покрытие. Реставрации старого парка дело не закончится. Вместе с Гагарина будут обновлены фасады близлежащих домов, отремонтированы подъездные пути. Поэтому можно сказать, что будущий парк даст новую жизнь и всему микрорайону. Ольга Килешина, Николай Малоденов. Новости Муром. Редактор субтитров А.Семкин